Почему вы здесь, за что воюете, как долго, по вашему мнению, продлится война? Я воюю здесь по простым банальным причинам. По личным. Первым. Во-первых, мне нечего делать в Киеве, иначе мне на Майдане повесят вверх ногами. За определенную деятельность до Майдана. Помогал Беркуту, организовал крестные хода за единство с русским миром. Ну и вторая причина. За что воюете? Банальная. Мы людям заросит у веры православную. Я тоже. Ну и очистить мир от фашизма, который появился у настоящего, кристаллизованного фашизма. Это уже не фашизм, это расизм. Это концентрированный расизм, неонацизм. Это фашизм, несколько иного. Расизм – это мое представление, одна из разновидностей фашизма. Пусть им так. И это очень кристаллизованный, негативный момент ярко выразился в Киеве, в Украине, в одной части Украины. Иногда доходит просто до откраинного сатанизма. Это надо искоренять, искоренять и искоренять. Это, по-моему, слабо сказано. Это уже всегда, как правило. Какой там был вопрос? Ну и третий вопрос. Как долго, по вашим мнениям, продлится война? Вот Павел Губарев считает, 7 лет. Монтеролог говорит, не менее 4 лет, а может быть, вообще неизвестно сколько. По вашему мнению. Почему все произойдет намного быстрее, потому что… Почему вы так думаете? Раньше экономику подвязывали под политику. И поэтому войны происходили в определенный период. Сейчас политика подвязывается под экономику. И войны будут короче, потому что людям надо жить, им надо торговать, людям надо работать, им надо получать зарплату, пенсии. От малого до великого, от крупного олигарха до простого рабочего. Все хотят получить прибыль. Поэтому война будет недлинной. Понял. Спасибо большое.